В этом году мероприятия приурочили к Году экологии, поэтому все задания викторины и творческие конкурсы посвятили этой тематике. Но основная задача организаторов не просто устроить для детей праздник, а напомнить им, что летние каникулы стоит провести с пользой и обязательно уделить время чтению книг. У нас сегодня традиционный праздник, который мы проводим уже на протяжении 10 лет, а мы решили так, что пока все читать не начнут, лето не начнется. Самым веселым и в то же время сложным оказалось участие в квесте. Детям предстояло пройти 12 станций и продемонстрировать не только интеллектуальные способности, спортивную подготовку, но и актерское мастерство. Например, в одном из конкурсов ребята должны были изобразить различных животных. Нам все понравилось, мы еще больше объединились. Каждый год мы приходим на такие мероприятия, и уже как-то ребята сами знают, как все это проходит, и не только в лагере, и в школьных мероприятиях. Тут интересно, тут всякие разные игры. Тут много очень друзей, можно с ними играть. Надеемся, что мы сегодня солнышку поможем выглянуть, и оно все-таки к нам придет. Солнце, лучи, излетают актив, девиз лицеистов всегда позитив. Сплоченность и задор помогли команде лицеистов успешно пройти все этапы. Это уже не первое их участие в квесте. С заданиями справились отлично. Нам все понравилось, нам было интересно. Даже возрастная категория разная, и при всем при этом чувствуется прям вот сплоченность детей, и друг за другом вот это вот единство в общем. На праздники собралось порядка 200 детей из 10 оздоровительных лагерей дневного пребывания, работающих на базе общеобразовательных школ города. Всего же в районе их 20, в которых за первую летнюю смену отдохнут почти полторы тысячи ребят. Детская лагерная кампания только началась, и в команду входят ученики разных классов. Поэтому они в процессе знакомятся, дружатся, и дальше уже в лагере хорошо общаются между собой. В дальнейшем в школе им, конечно, это помогает. Прохладная пасмурная июньская погода настроение никому не испортила. Впереди почти три беззаботных месяца отдыха. И хочется, чтобы лето успело порадовать детей своим теплом и солнышком. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.